10 июля в Орле на пути в офис был похищен владелец агрохолдинга Орловская Нива Сергей Будагов. Вооруженные преступники пересадили его в свой автомобиль и увезли, позднее выбросив водителя бизнесмена возле одного из местных кладбищ. 13 июля силовики объявили об освобождении Будагова. Оказалось, что его удержали в Чернском районе Тульской области на территории частного домовладения в поселке Скуратово. Среди подозреваемых есть лица цыганской национальности. Похитители хотели получить за бизнесмена выкуп в 20 миллионов рублей. По словам соседей дома, где удерживались Сергея Будагова, все было как обычно и они не догадались, что у них под боком держат заложника. Спецназ пошел на штурм дома около трех часов ночи. При обвыске в жилище, по нашей информации, нашли два пистолета и маски. Сергей Стариков, Телетула. Они близко не подъезжали, там автобусы стояли. А их тут много, но я прочитала там. Они заложника ловили лишь. Они две машины отсюда отправили. Тут стояли чьи-то машины. Наверное, этих. Там их было много мужиков-то в этом доме. Особенно вчера. Позавчера были. И вчера их много было. Ну, а обычно они приезжают к нему кто-откуда. Понятно. И вот это. Вижу, это запечатано. Кто цыплят выпустил, не знаю. А жена уехала в Ивановскую область. Брату. Должна сегодня вернуться и нету. Главное, и мальчика взяли. Самого хозяина этого, Вадима, и взяли. И это вот 15 лет мальчику. Девять вот окончил. А что? А сами-то как они, вот как соседи? Нормальные? Нормальные. Ну, что там было? Два пистолета там было. Ну, вот это. Маски были. Да, особо вот такого не было ничего. Да, и ерунда всякая там. Я даже не врубился. Куда меня ведет? Хит понятой. Думаю, что. И к Вадиму ведет. Вот здесь хоть удерживали, говорит. Заложника. Я его заложника видел. А, ну вот я как раз говорю, а заложник-то как себя чувствовал? Нормально? Нормально, все. С ним ничего страшного. Кормили его, там столичек стоять, еда была. Ну, там все опечатано. Продолжение следует...